Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня о спорте. У нас в гостях настоящие зубры баскетбола. Тренер по физической подготовке Иннокентий Макаров и Павел Ильменков, разыгрывающий. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а почему именно зубры? Как появилась эмблема? Дело в том, что в этом году было принято решение изменить символику клуба, сделать ее более запоминающейся. Выбирали из нескольких вариантов и подошел, пришелся к клубу новый символ, это зубр. Решили выбрать, потому что, наверное, у нас есть уникальное место, Окский заповедник, там водятся зубры. То, что зубры – это животные сильные, мощные, целеустремленные. И вот на основании этого, наверное, все-таки этот символ пришелся. И все-таки зубр, наверное, более запоминающийся, более яркой эмблемой, нежели чем был старый вариант эмблемы с нашими куполами. Надеемся, что эмблема зубра будет не менее счастливой. У нас на играх бегает свой зубр. В плюшевом виде, правда, но все равно. БК «Рязань» сменил эмблему. В центре нового логотипа изображен зубр. Это животное уже стало талисманом команды. Прежняя эмблема – стилизованное изображение куполов с баскетбольным мячом. Появилась примерно 15 лет назад еще при «Витязе», а затем с небольшими изменениями перешла в БК «Рязань». За командой закрепилось прозвище «Горожане». Оно не было обидным, но не очень цепляющим. В клубе долго думали над созданием новой эмблемы, переработали массу вариантов. Новое название возникло после одного случая. Летом рязанское отделение организации «Зеленых Эко» проводило акцию «Я помогаю зубрам». Ребята из БК «Рязань» решили поддержать это благородное начинание. Тогда у команды и появилась мысль – лучшего талисмана для клуба просто не придумать. Члены команды говорят, что зубр во все времена олицетворял собой силы природы, имел традиционное культовое значение. Ему поклонялись как одному из символов родной земли. За его внешней массивностью скрывается спокойствие и уверенность в себе. Мы желаем, чтобы новый талисман принес команде много новых побед. Вы периодически проводите мастер-классы. Расскажите, что они собой представляют. Мастер-классы проводятся в основном в школах, в начинающих классах. Приходят 2-3 человека из баскетбольной команды «Зубры» и показывают детям, как нужно играть в баскетбол, проводят всякие соревнования, эстафеты. Ну, позволяют детям показать, что такое баскетбол и что можно в него очень хорошо играть. Это очень красивая игра и очень интересная. А что чаще всего спрашивают? Чаще всего спрашивают? Да, какие вопросы задают на мастер-классах? Ну, разные вопросы задают дети. Кому что интересно? Ну, чаще задают, ну, потому что высокие, во-первых. Как вы так выросли? Ну, я не знаю. Я потому что маленький в команде, ко мне это не относится. Давайте подведем некий итог года, каких побед удалось достичь. Какие оказались самыми сложными? Ну, наверное, самые яркие, интересные, сложные были победы над Сургутом. Это серебряный призер. Прошлогоднего чемпионата. То, что там, во-первых, разница во времени. Два часа это немного, но это все равно сказывается. Плюс перелет. Дело в том, что Сургут это команда, которая ставила на этот сезон очень высокие задачи. Это команда, которая не один год является фаворитом. И в этом году, несмотря на тяжелое начало, они доказывают в каждой игре, что они действительно фавориты. Играют, выигрывают. Да все победы важны на самом деле. На данный момент просто все победы важны, потому что надо попасть в плей-офф. А вот когда будет плей-офф, вот тогда уже будут победы запоминающиеся, которые... Потому что ты можешь занять первое место, выйти на восьмое и проиграть. И ты уже, значит, будешь играть не за первое четвертое, а за четвертое и восьмое. Как проходят тренировки? На что в первую очередь обращайте внимание? Особое внимание мы больше выделяем разбором команд соперника. Мы готовимся к играм, разбираем их комбинации, чтобы не давать сопернику легкой игры. Но это так, тренировки проходят два раза в день. Как в тренажерном зале, так и в баскетболу. Но здесь, наверное, большая заслуга наших достижений. Это главный тренер, он определяет, что, как, когда мы делаем. А то есть я больше помогаю восстанавливаться в данный момент, если есть у нас травмированные игроки. Ну и как бы есть разделы работы, которые делаем всей командой. Но их не так много на данный момент. В течение сезона могут приходить новые игроки, могут игроки уходить. Ну и каждый новый игрок – это как бы определенные новые впечатления, новый опыт. Потому что нельзя всех тренировать одинаково. Потому что стараемся сделать работу более-менее индивидуальной. То есть у кого-то есть какие-то особенности. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Ну и стараемся, чтобы их пребывание в команде было более-менее комфортным. Как вы считаете, почему нужно заниматься баскетболом? Мне кажется, заниматься спортом – это очень хорошо. Это лучше, чем бродить по улицам. Ну, наверное, все-таки не важно чем. Главное – заниматься каким-нибудь видом спорта. Ну и в баскетбол в частности. Потому что у города есть своя команда. То есть есть перспективы для роста. Есть к чему стремиться. То есть это очень хороший момент. Проводите ли вы какие-то акции? Да, мы проводили акции. Помогали тут недавно детскому дому. Скидывались команды. Награждали ребят в торговый центр «Атрон». Там сколько-то… Три человека, что ли, было. Ну, из детского дома. Ну, им повезло. И вот мы им дарили там подарки. Ездила команда, покупала им что-то просто. Есть ли у вас какая-то цель, мечта, куда стремитесь? Ну, для начала выиграть наш чемпионат в Суперлиге, чтобы подняться выше ПТП. Ну, наверное, чтобы результаты были и были постоянно хорошие. Ну да. Да, чтобы выигрывали там все игры, чтобы меньше было проблем со здоровьем. Стремимся развить рязанский баскетбол, чтобы он выходил на новый уровень, чтобы построили, может, свою арену и люди посчитали баскетбол. Было весело. Спасибо, что к нам пришли. Мы желаем вам только побед. На этом наша программа подошла к концу. Успехов вам и достижений. Субтитры подогнал «Симон»